Библейский портал экзегет.ру представляет 109-й очень трудный, хотя и короткий псалом читаю в переводе российского библейского общества для библейского портала экзегет. Я снова повторю, 90-е и 100-е псалмы посвящены теме «Бог как царь». Понятно, что тем много, во всей псалтирии эта тема звучит, и с 90-х и 100-х звучат другие темы тоже, но вот это особенно здесь и здесь в первую очередь. И 109-й в этом смысле, он очень известен, растаскан на цитаты, но он очень труден для понимания, и мы как-то с большим трудом и целиком его можем интерпретировать, и отдельные его части понять. Давайте я его прочитаю. Псалом Давида под заголовок, здесь несколько таких псалмов встречаются. «Сказал Господь Господину моему, «Восядь по правую руку мою, а я повергну врагов твоих под ноги твои». Жезл силы не спошлет тебя Господь Сиона, будь повелителем среди врагов твоих. Народ твой пойдет за тобою в день, когда ты поведешь свое войско на горы святые. Как росу из чрева зари я родил тебя. Поклялся Господь и не передумай, ты священник навек по чину Мелхиседека. Господь по правую руку твою, в день гнева своего он сразит царей, свершит суд над народами, все наполнит трупами, по всей земле головы сокрушит. По пути будет пить из потока, и гордо голову вознесет». Цитаты всеузнаваемы, да, правда. «Сказал Господь Господину моему, в Евангелии сам Христос цитирует эти слова. Или, ну вот, как росу из чрева зари я родил тебя, да, ты священник навек по чину Мелхиседека». Послание к евреям, по сути дела, обширный комментарий к одной этой цитате. Ну, не только, но прежде всего к ней. А вместе-то что это такое? Ну, вот изначально в историческом контексте посмотрим, да. А, безусловно, в историческом контексте царский псалом. И нам кажется странным, что он здесь, среди соток, где говорится о Боге как царе, а не о человеке-царе. Потому что здесь ведь явно человек-царь. «Сказал Господь Всевышний, Господину моему, царю, восядь по правую руку мою, и я повергну врагов твоих под ноги твои». То есть Бог ставит израильского царя на какое-то особое почетное место рядом с собой, дает ему победу. «Народ твой пойдет за тобой в день, когда ты поведешь свои войска на горы святые». Какие горы, мы точно не знаем. Ну, вот, наверное, это какая-то война в масорецком еврейском тексте. «Величие святыни, горы святые» — это перевод по конъюнктуре, по исправлению. Но это даже не очень здесь важно, потому что в любом случае вот ты во главе своего народа выходишь, и дальше «Как росу из чрева зари я родил тебя». Опять-то здесь небольшая конъюнктура. В еврейском тексте буквально тебе роса. Ну, роса, понятно, это такой красивый поэтический образ, к тому же на Ближнем Востоке, где мало воды, роса — вот эта вода, выступающая сама утром на поверхности растений, земли каких-то еще предметов. Вот она такой символ Божьего благословения, да? Без росы бы, наверное, многие растения просто там не выжили. И роса рождается на заре. Естественно, физический процесс, но вот здесь понимается, как рождение росы из чрева зари. Заря как мать такая, да? И роса как ее дитя. И вот здесь Бог говорит царю, что он родил его как росу. Что это значит? Вот эта утренняя свежесть, какая-то такая неприметная благодать, да? Вот роса — это не что-то такое великое, там, землетрясение, гром и молнии, а вот что-то такое, что вроде не сразу и заметишь, что жизненно необходимое. И вот в жизни человека, особенно царя Израиля, вот это все возникает как некоторый такой, ну, очень важный для него признак благословения, да? Вот то, что с ним происходит, это его новое рождение. Вот каждый день он рождается от Бога. Вот как он встает от осна, он снова заново родился. И вот Господь его отец, а он его сын. Это изо дня в день повторяется. Я говорю сейчас про исторический контекст. Дальше. «Поклялся, Господь не передумает. Ты священник навек по чину Мелхиседека». Не очень это понятно, если не задуматься о том, кто такой Мелхиседек. Мелхиседек — это некий загадочный царь Салима, вероятно, Иерусалима, но напрямую так не сказано, которому принес десятину Авраам. Вот послание к евреям все очень подробно расписывает. И получил от него благословение. То есть Авраам, по сути дела, поклонился Богу вот через этого священника и подошел под его руку, признал себя младшим. А кто такой Мелхиседек? Да мы даже не знаем, кто. Авраам — прародитель всего израильского народа, да и не только израильского, и в том числе левитов, которые будут будущим священниками. А оказывается, задолго до левитского священства есть еще какое-то Мелхиседеково священство. И вот Господь говорит царю, смотри, ты не из числа священников. Это было очень важно. Цари из колена Иуды, поскольку они потомки Давида, а священники из колена Леви, левиты и священники. И, соответственно, нельзя быть одновременно царем и священником. И в древнем Израиле это очень принципиальное различие. Да, вот светское и духовное начало, они разделены. Государство и, ну, сегодня мы скажем, церковь, тогда, допустим, это была Ветхозаветная церковь, и они не одинаковы, да. Они вместе, но между ними есть граница. И вот царю говорят, да, ты не священник в прямом смысле слова, но смотри, вот как Мелхиседек, ты тоже совершаешь некие священные действия, ты не меньше священника, ты просто по-другому. И дальше грозная такая картина. Господь по правую руку твою в день гнева своего сразит царей, совершит суд над народами, все наполнит трупами. Да, вот таких кровавых картин в псалтире довольно много. По всей земле головы сокрушит. И вдруг по пути будет пить из потока, и голову высоко вознесет. Что это? Ну, вот, возвращаясь с войны, царь останавливается на водопой. Где-то течет вода, поток такой небольшой, очень удобно, хорошо, да, то есть прямо вот по дороге можно остановиться, попить воды, и невзирая на все эти бедствия, продолжить свой путь. То есть, по сути дела, это всего лишь изначально псалом о том, как израильский царь каждый день во всем, в мире, на войне, в повседневности своей видит благословение Господа. И ощущает себя его сыном. Почему же этот псалом стал позднее пониматься как мессианский, как псалом, который говорит о грядущем Мессии, Христе, Спасителе, который придет и установит царство Божье в этом мире? Ну, ровно потому, что, собственно говоря, кто такой царь Израиля? Это наместник Бога, Бог подлинный царь Израиля, земной царь, человек-царь. Его наместник тот, кто занимает его место, потому что Бог не может сидеть вот на троне в Иерусалиме или где-то еще. И, по сути дела, мессия — это царь с большой буквы, это человек-царь, который являет вот это правление Бога с какой-то особой ясностью, полнотой, который будет сыном Господу не как роса, как что-то такое гораздо более значимое, и псалмопевец еще этого не понимает, который будет равен в каком-то смысле Богу, сказал Господь Господину моему, да, два слова, которые одновременно здесь звучат. И как раз вот когда в Евангелии строки этого псалма цитируются, по сути дела, и сам Христос призывает задуматься, и он говорит, как же этот Давид называл господином Мессию, да, если Мессия его потомок, он уже явно относил это к Мессии, ко Христу, и ему не могли ответить. Но ровно потому, что вот этот самый исторический царь, в том числе Давид, это всего лишь некоторая тень, как понимается, некоторый предшественник, некоторое провозвестие того, что придет потом и раскроется в полноте. Но в псалме уже основные вещи названы, просто вот на этом псалме мы можем увидеть постепенно развивается вот это представление о царе Мессии, о царе, который являет Бога людям, не просто потому, что он его заветы исполняет или там делает все, как Бог хочет, но потому, что он фактически и есть этот самый Бог. Как это будет, псалмопевцы еще не понимают. Но в завете, конечно, об этом будет сказано ясно и в полноте. Продолжение следует...